Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в мир, где царит счастье и процветание, где властвует новое сознание и изобилие. Давайте договоримся, что сегодня у нас с вами праздник, и совершенно не важно, какой сегодня день, число или обстановка, в которой вы находитесь. А знаете почему? Потому что все зависит от нашего выбора. Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в мир, где царит счастье и процветание, где властвует новое сознание и изобилие. Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в мир, где царит счастье и процветание, где властвует новое сознание и изобилие. Давайте с вами договоримся, что сегодня у нас праздник, и совершенно не важно, какой сегодня месяц, число или обстановка, в которой вы находитесь. А знаете почему? Потому что все зависит от нашего выбора. Ведь что такое праздник, хорошее настроение, положительные эмоции? Это наше чувство. Это наше внутреннее состояние. А чувства? Мы вольны выбирать сами. Это наши мысли, не так ли? Мы не случайно сегодня встретились с вами возле новогодней елки. Вспомните, как в детстве мы загадывали желания в новогоднюю ночь и верили в их исполнение. А о чем сегодня мечтаете вы? Подумайте, а мы еще вернемся к этому вопросу. Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в мир, где царит счастье и процветание, где властвует новое сознание и изобилие. Давайте договоримся с вами, что сегодня у нас праздник. И совершенно не важно, какой сегодня день, число или обстановка, в которой вы находитесь. А знаете почему? Потому что все зависит от нашего выбора. Ведь что такое праздник, хорошее настроение, положительные эмоции? Это наше чувство, наше внутреннее состояние. А чувства? Это наши мысли, которые мы вольны выбирать сами, не так ли? Мы сегодня с вами не случайно встретились возле новогодней елки. Вспомните, как в детстве мы загадывали желания в новогоднюю ночь и верили в их исполнение. А о чем сегодня мечтаете вы? Подумайте, а мы еще вернемся к этому вопросу. Спасибо. 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 Здравствуйте, дорогие друзья. Добро пожаловать в мир, где царствует счастье и процветание, где властвует новое сознание и изобилие. Давайте договоримся с вами, что сегодня у нас праздник. И совершенно не важно, какой сегодня месяц, число или обстановка, в которой вы находитесь. А знаете почему? Потому что все зависит от нашего выбора. Ведь что такое праздник, хорошее настроение, положительные эмоции? Это наши чувства. А чувства – это наше внутреннее состояние, наши мысли. А мысли мы вольны выбирать сами, не так ли? Мы не случайно сегодня с вами встретились возле новогодней елки. Вспомните, как в детстве мы загадывали желания в новогоднюю ночь и верили в их исполнение. А о чем сегодня мечтаете вы? Подумайте, а мы еще вернемся к этому вопросу. Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в мир, где властвуют счастье и изобилие, где царствует новое сознание и процветание. Давайте с вами договоримся, что сегодня у нас праздник. И совершенно не важно, какой сегодня месяц, число или обстановка, в которой вы находитесь. А знаете почему? Потому что все зависит от нашего выбора. Ведь что такое хорошее настроение, праздник, положительные эмоции? Это наши чувства. А чувства – это внутреннее состояние, наши мысли. А мысли мы вольны выбирать сами, не так ли? Мы не случайно сегодня встретились возле новогодней елки. Вспомните, как в детстве мы загадывали желания в новогоднюю ночь и верили в их исполнение. А о чем сегодня мечтаете вы? Подумайте, а мы еще вернемся к этому вопросу. Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в мир, где царствует счастье и процветание, где властвует новое сознание и изобилие. Давайте договоримся с вами, что сегодня у нас праздник. И совершенно не важно, какой сегодня месяц, число или обстановка, в которой вы находитесь. А знаете почему? Потому что все зависит от нашего выбора. Ведь что такое праздник, хорошее настроение, положительные эмоции? Это наши чувства, а чувства – это наши внутренние ощущения, наши мысли. А мысли мы вольны выбирать сами, не так ли? Мы не случайно сегодня встретились возле новогодней елки. Вспомните, как в детстве мы загадывали желания в новогоднюю ночь и верили в их исполнение. А о чем сегодня мечтаете вы? Подумайте, а мы еще вернемся к этому вопросу. Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в мир, где царствует счастье и изобилие, где властвует новое сознание и процветание. Давайте договоримся с вами, что сегодня у нас праздник. И совершенно не важно, какой сегодня месяц, число или обстановка, в которой вы находитесь. А знаете почему? Потому что все зависит от нашего выбора. Ведь что такое хорошее настроение, положительные эмоции, радость, веселье? Это наши чувства. А чувства – это наше внутреннее состояние, наше ощущение. То есть наши мысли, а мысли мы вольны выбирать сами, не так ли? Мы не случайно сегодня с вами встретились возле новогодней елки. Вспомните, как в детстве мы загадывали желания в новогоднюю ночь и верили в их исполнение. А о чем сегодня мечтаете вы? Подумайте, а мы еще вернемся к этому вопросу. Давайте сначала определимся, кто же он, человек нового сознания. Это человек, который знает, что если ему посчастливилось родиться на этой земле, значит он уже уникален. И обладает способностями, раскрыв и совершенства которые, он становится гением. Это человек, который живет осознанно и наслаждается своей жизнью. Когда вы встречаете его на своем пути и видите, как ему везет, как он преодолевает проблемы и препятствия и решает все свои вопросы, вы очень хотите знать его секрет. Вы спрашиваете, и он отвечает вам. Поэтому я думаю только о хорошем, только о том, что хочу иметь в своей жизни. Поэтому, потому что все, о чем я думаю и говорю, я привлекаю в свою жизнь. Поэтому я предпочитаю думать о прекрасном и говорить только о хорошем. Давайте вначале определимся, кто же он, человек нового сознания. Это человек, который знает, что если ему посчастливилось родиться на этой земле, значит, он уже уникален и обладает способностями, раскрыв и совершенства которые, он становится гением. Это человек, который живет осознанно и наслаждается своей жизнью. Когда вы встречаете такого человека на своем пути и видите, как ему везет, как он преодолевает препятствия, решает все свои вопросы, вы очень хотите знать его секрет. Вы спрашиваете, и он отвечает вам. Я думаю только о хорошем, только о том, что хочу иметь в своей жизни, потому что все, о чем я думаю и говорю, я привлекаю в свою жизнь. Поэтому я предпочитаю думать о прекрасном и говорить только о хорошем. Я знаю, что все возможно. Я верю в безграничную энергию и великую силу, которая знает бесконечное изобилие, красоту и любовь. Такое понятие, как нехватка, ей просто неведомо. Эта сила может помочь нам только через наши мысли, слова и наше воображение. И сделать реальным то, о чем мы мечтаем, она может только нашими же руками. На эту тему есть очень хороший анекдот. Человек всю жизнь мечтал разбогатеть и просил об этом Бога. Сидел и ждал. Так и прошла вся его жизнь. Попав на небеса, очень обиженный, он решил спросить. Господи, я так хотел разбогатеть. Почему же ты мне не помог? На что Всевышний ответил. Я слышал все твои молитвы и очень хотел помочь тебе, но ты всю жизнь сидел и ничего не делал. Ты бы хоть лотерейный билет купил. Но мы с вами не будем надеяться на лотерею, хотя и такое бывает. Я знаю, что все возможно. Я верю в безграничную энергию и их великую силу, которая знает бесконечное изобилие, красоту и любовь. Такое понятие, как нехватка, ей просто неведомо. Эта сила может помочь нам только через наши мысли, слова и наше воображение. И сделать реальным то, о чем мы мечтаем, она может только нашими же руками. На эту тему есть очень хороший анекдот. Человек всю жизнь мечтал разбогатеть и просил об этом Бога. Сидел и ждал. Так и прошла вся его жизнь. Попав на небеса, очень обиженный, он решил спросить. Господи, я так хотел разбогатеть. Почему же ты мне не помог? На что Всевышний ответил. Я слышал все твои молитвы и очень хотел помочь тебе. Но ты всю жизнь сидел и ничего не делал. Ты бы хоть лотерейный билет купил. Но мы с вами не будем надеяться на лотерею, хотя и такое бывает. А что же можно сделать? Когда я говорю, что каждый человек уникален и талантлив, многие думают, что другие действительно, другие да, но не они. Но, пожалуйста, не забывайте, что, например, организаторские способности или умение общаться с людьми – это тоже талант. Существует что-то такое, что вы умеете делать лучше, чем кто-либо другой в этом мире. Для начала вы должны твердо решить, что хотите изменить свою жизнь и взять на себя такую ответственность. А затем прислушаться к себе, что вам доставляет удовольствие, что вы любите делать. Может быть, у вас была мечта в детстве, воплощая которую, вы сможете принести много пользы другим и себе. Это и есть ваш талант. Развивая его, вкладывая свою душу в это дело, вы и измените свою жизнь. Оглянитесь вокруг. Что вы видите? Мебель, стул, кресло или диван, на котором вы сидите, одежда, дома. Всё это было когда-то чьей-то мечтой, чьей-то мыслью. Теперь это реальность. И даже трудно себе представить, как может быть иначе. И, кстати, все эти вещи принесли кому-то миллионы. Поэтому не слушайте других. Если вы о чём-то мечтаете, прислушайтесь к своему сердцу, к своему внутреннему голосу. И чем выше ваша цель, тем лучше. Высокая цель будет тянуть вас вверх за собой. И не надо думать, что вы беспомощны, жертва обстоятельств, у вас возраст или что-то ещё. Оглянитесь вокруг. Что вы видите? Дома, машины, мебель, одежда. Всё это было когда-то чьей-то мечтой, чьей-то мыслью. Теперь это реальность. И даже трудно себе представить, как может быть иначе. И, кстати, все эти вещи принесли кому-то миллионы. Поэтому не слушайте других. Если вы о чём-то мечтаете, прислушайтесь к своему сердцу, к своему внутреннему голосу. И чем выше ваша цель, тем лучше. Высокая цель будет тянуть вас за собой. И не надо думать, что вы беспомощны, жертва обстоятельств, у вас возраст или что-то ещё. Хочу привести вам такой пример. Полковник Сэндерс задумался о том, как ему жить дальше в 65 лет, когда получил свой пенсионный чек и понял, что на такие деньги ему просто не прожить. Он был одинок, подавлен и стал думать, что может принести ему деньги. Размышлял. И всё, что он смог придумать, это рецепт приготовления жареного цыплёнка. Не удивляйтесь, сначала он и сам сомневался, кому же может быть нужен его рецепт. Но утешая себя мыслями, что приготовленный по этому рецепту цыплёнок очень многим нравится, а значит, у него есть шанс. Размышляя на эту тему, он решил воспользоваться этой возможностью и стал предлагать ресторанам свой рецепт. Ему говорили нет более тысячи раз. Задумайтесь. Он получил более тысячи отказов, прежде чем через два года он услышал такое желанное да. Да. Два года он получал отказы и всё же не сдался. Теперь его рестораны есть по всему миру. Этому человеку сопутствовал огромный успех, и он стал богатым. Да, Русис? Хочу привести вот такой пример. Полковник Сэндерс задумался о том, как ему жить дальше в 65 лет. Когда он получил свой пенсионный чек и понял, что на такие деньги ему просто не прожить, он был одинок, подавлен и стал думать, что может принести ему деньги. Размышлял, и всё, что он смог придумать, это рецепт приготовления жареного цыплёнка. Не удивляйтесь, сначала он и сам сомневался, кому же, может быть, нужен его рецепт. Но утешая себя мыслями, что приготовленный по этому рецепту цыплёнок очень многим нравится, а значит, у него есть шанс. Размышляя на эту тему, он решил воспользоваться этой возможностью и стал предлагать ресторанам свой рецепт. Ему говорили «нет» более тысячи раз. Задумайтесь, более тысячи он отказов получил, прежде чем через два года он услышал такое желанное «да». Два года он получал отказы и всё же не сдался. Теперь рестораны, его рестораны есть по всему миру. Этому человеку сопутствовал огромный успех, и он стал богатым. Бывает, что всё идёт легко и получается очень быстро, как бы само собой. Но всё равно, кроме желания, необходимо действовать и верить в то, что у вас обязательно всё получится. А приселитесь и сконцентрируйте свои усилия на своей цели. И помните, что любой талант необходимо развивать. Человек нового сознания не ищет виноватых правительства, босса или маленькую зарплату, а наоборот, благодарен за всё. Кстати, и за обстоятельства, кажущиеся проблемами. Его секрет в том, что он в каждой проблеме выискивает благоприятные возможности, ищет хорошее, а также возможности во всём происходящем.